Ольга, приветствую вас еще раз. Сегодня уже здоровались, но события так разворачиваются. Расскажите подробнее, что происходит в сезон номер пять «Водник» сначала. Вы знаете, это начало тюремного бунта, и он, конечно, такой поддерживающий и пригоженные его действия. И заключенные стучат мисками алюминиевыми и алюминиевой посудой в железные двери, кричат. Это вообще такое, создает очень большой шум. Это такое, как обычно, начало любого бунта. Все это, конечно, закончено поджогом матрасов, выбрасывая их в окно, и будет видеть половину севера Москвы. Как это красиво. Ну вот мы прямо сейчас видим сообщение от «The Moscow Times» издания. Бунт в СИЗУ-5 «Водник» в Москве подтвердил Общественный совет в СИН. Говорят, что они ситуацию контролируют. Ну, очень вовремя сегодня утром Общественный совет в СИН покинул его глава, безызвестный Евгений Гришковец. А тут вот важно уточнить, вы упомянули, что поддерживают заключенные Пригожина. А как вам кажется, то есть для вас это вообще стало чем-то неожиданным? Или вот это закономерно тем, что остальные заключенные, которые, в общем-то, возможно, и не имели никакого контакта с Пригожиной, почему-то должны вдруг поддерживать его мятеж? В основном для заключенных Пригожин царь-бог и военачальник, для заключенных и их семей. Не только с теми, которые воюют непосредственно, правильно? Не только, не только с ними. Потому что ходит легенда и о его щедрости, и о его заботе о солдатах, такой легендированный Суворов. Разговаривает с ними на одном языке, выплачивает гробовые, красивые похороны. В общем, полный фарш. Но плюс ко всему, самое главное, что он действительно понимает, что нужно таким асоциальным людям, проведя с ними много лет в местах лишения свободы, он прекрасно понимает, что с таким людям прежде всего нужна какая-то элементарная забота. Элементарная, я не говорю уже про психотерапию, которую они не нужны. Проявление внимания, я понимаю, о чем вы говорите. Да, вообще. А здесь они чувствуют себя нужными, и за это они готовы отдать жизнь. Ольга, а что происходит в Ростовской области сейчас, если верить сообщениям, что Ростовская область, ну, во всяком случае, Ростов на данном контролируется непосредственно Пригожиным, то, безусловно, они могут сделать, наверное, все, что угодно там, и выпустить зеков в том числе полностью. Ну, в принципе, да. Я также напомню, что Ростов имеет, так сказать, давние традиции. Некоторые, да, левый-левый-левый берег Дона. Ростов все-таки папа, когда Одесса мама. Поэтому, ну, да, давайте все-таки вспомним, что это город, я бы сказала, с богатыми культурами, в том числе альтернативно культурными традициями. А сейчас там что происходит? Есть информация, что происходит в тюрьмах? Ну, пока в тюрьмах более-менее спокойно, потому что тюрем в Ростове и области почти не осталось. Я отмечу, что Ростов был избран территорией для подготовки, тренировки как раз наемников. И там осталось очень немного зон. Поэтому, в общем, бунтовать там особо некому. Вот кто мог бунтовать ВК-2, тот и бунтовался. А что касаемо политзаключенных, мы упоминали уже Алексея Навального, мы также знаем, помним о Яшине, Карамурза и так далее. Можно ли говорить с учетом обстоятельств и возможного выхода остальных заключенных из СИЗО, первое, будут ли люди, выступавшие против войны и, в принципе, ведя оппозиционную деятельность в России, в безопасности в такой ситуации? И возможно ли, что их вообще освободят? Хотя кажется даже странным этот вопрос, но все же. Ну, вы знаете, среди, я бы сказала, заключенных все-таки бытует такое мнение, что сейчас Пригожин пойдет не на Москву, а на Владимир, а конкретно на Мелехова и К-6 освобождать Навального. Есть такой слух, такая байка. Ну, мы с вами посмотрим, чем закончится. Я не знаю, зачем бы это понадобилось бы Пригожину, но тем не менее. Абсолютно, да, действительно, зачем это Пригожину, с учетом, что они просто идеологические враги? Тем не менее, тем не менее, слух такой есть, но это было бы красиво. Ольга, что вообще сейчас? Вот вы в прошлом нашем эфире говорили про родительские чаты, это чаты, где сидят родственники заключенных. Что они пишут там, что обсуждают? Может быть, какие-то видео появляются, не знаю, аудиосообщения от самих зэков? Ну, вы знаете, пока все напуганы. Я бы сказала так, что родственники напуганы, привычно призывают друг друга помалкивать, но это, собственно, любая реакция на все непонятное. Единственное, что им звонят, им звонили их родственники, которые вместе сейчас с Пригожиным, мы звонили ночью и рано утром и прощались перед тем, как войти в Ростов. Но Ростов был взят практически без единого выстрела. Бунты, которые, в общем-то, на данный момент, ну, скажем так, выглядят как звуковое сопровождение, стучат кружками и так далее, во что это в итоге может вылиться? По вашим прогнозам, особенно в ближайшем будущем? Ну, вы знаете, зависит от того, что будет с Пригожиным. Если Пригожиным будет наступать, побеждать, бунты будут усиливаться. То есть они прям могут встать в ряды вагнеровцев и с ними идти там на Москву, то, о чем говорил Пригожин? Ну, это вряд ли, поскольку если вот сейчас освободить каких-нибудь заключенных из той же самой К2 в Ростове, они все-таки разбегутся по домам. Все-таки им не свойственно там ни боевое братство, ничего. Они, конечно, поют сначала отъедаться, потому что они не пошли в их подготовку. И они, конечно, сейчас заморыша. Ну, никто после тюрьмы не здоровеет. Все-таки они, первые ЧВК, Вагнер, проходили некоторую адаптацию. Они поэтому не особо-то нужны Пригожину. Вот такие, собственно, свежие заключенные. У него есть хорошо подготовленные, у него есть 25 тысяч с собой, 25 тысяч потенциально в России, которые к нему примкнут, которые уже прибывают, в общем, час от часу к нему. Спасибо вам большое за то, что, во-первых, рассказываете, что происходит в самих колониях, комментируйте бунты, комментируйте настроения заключенных. Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», была гостем нашего эфира.